Пограничникам всех поколений так называется памятный знак в Зеленчукском районе. Торжественная церемония открытия прошла в станице Зеленчукской. Пограничники нескольких поколений вспоминали ветеранов и свою службу. Возложили цветы к новому знаку. Подробности у Али Баташева. Просторы лесов и полей. Уходящая вдаль гряда великолепных гор главного Кавказского хребта, окруженная причудливыми облаками. Это не просто великолепная панорама при въезде в Зеленчукскую, но и граница южных рубежей нашей страны. Для большинства участников мероприятия служба в погранвойсках, профессия или воспоминания. Атаман Зеленчукского казачьего общества Иван Рыбалов был призван в пограничные войска в 24-м отряде в Кабардино-Балкарии. В том месте, где до революции служил его дед-казак. На одном из своих первых дежурств юный пограничник столкнулся с незнакомцами. И вот они ближе и ближе. А ветер и непонятно. То есть разовариваются вроде как неравирус. Как-то гыр-гыр-гыр-гыр. Ну и деда тоже. Конечно, старшему доложил, что так и так. Но он молчит. Молчит и молчит. 20 метров остается. Я уже спокойненько автомат с предохранителя снимаю. Думаю, вот тебе и война. Вот. И хорошо. Это сама пароль отзыва в этот момент старший. Ну, наши. Но еще в секунду я не открыл огонь, честно скажу. Счастья вам здоровья. Самое главное на сегодняшний день. И хотел бы еще поблагодарить нашему ФСБ погрануправления за то, что доверили нашему району проведение и начало открытия данного мероприятия. Чтобы сегодня, стоя здесь и проходя мимо этого памятника, мы помнили, что мы являемся южными рубежами нашей Родины. Которые закрыты и никому мы не позволим отдавать нашей территории, нашей земле. История погрануправления республики тесно связана с баталпашинским казачеством. Казаки всегда стояли на охране рубежей Отечества. И сегодня только из одной станицы Зеленчугской в погранвойсках служат 22 баталпашинца. Еще раз всех присутствующих поздравляю с Днем пограничника. Желаю всем здоровья, благополучия, ну и удачи в жизни. Мы сегодня видим яркий пример и можем считать эстафеты передачи и увековечивания памяти героям пограничников. Пограничники это первые люди, которые принимают на себя удар в случае нападения. Дай Бог, чтобы те, кто служит сейчас, не пережили этого. А тем, кто не дожил вечную память. В юбилей Великой Победы и 102-й годовщины со дня образования пограничных войск был торжественно открыт памятный знак пограничникам всех поколений. В честь погибших героев, ветеранов погранслужбы и всех, кто достойно охраняет границы России в наши дни. Говорили выступающие лучшим из пограничников, вручили благодарственные письма и другие награды. Памятный знак пограничникам всех поколений был освящен православным духовенством, а затем к нему возложили цветы. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова